добрый вечер уважаемые друзья зрители подписчики нашего канала с вами сегодня находимся в городе Санкт-Петербурге на Невском проспекте такая прекрасная атмосфера на Невском все идут все спешат на Невском и углу площади Островского у нас находится государственная российская библиотека самое первое здание библиотеки которое начали строить в 1795 году по указу Екатерины Второй вот это здание очень красивое здание оно невысокое но очень комфортные залы с левой стороны находится сквер Екатерины Второй помните мы с вами уже гуляли в этом сквере я снимала уже для вас этот сквер вот и вот это самая красивая библиотека у нас в стране высочайшим указом Екатерины Второй в 1795 году 16 мая Екатерина Вторая подписала указ о создании публичной императорской библиотеки и через два дня уже начались подготовительные работы для строительства Екатерина Вторая выбрала для этого проект архитектора Соколова Егор Соколов известный наш архитектор и даже хотела закупить телескоп у астронома у английского астронома Вершале и началось строительство императорской национальной библиотеки он сами себе придумал было очень очень значимо очень значимое событие для культуры потому что целью создания библиотеки это был сбор книг которые были изданы на русском языке в России книги которые были изданы о России за рубежом и книги которые были созданы на русском языке за рубежом здание очень интересное само по себе это продиктовано целью строительства так как залы должны быть высокие с большими окнами после Екатерины строительство велось с перебоями но в 1801 году строительство продолжил архитектор русско по фасаду были установлены бюсты из художского камня работы крисконе по моделям Прокопьева красивая колоннада украшает библиотеки видите какая колоннада шикарные ровные такие вот они в 1801 году строительство продолжилось и отделкой помещений занялся архитектор Воронихин на колоннаде здания были установлены очень красивые античные фигуры древних писателей и ученых вот вы их сейчас видите перед собой вот они вот они Продолжение следует...